Друзья мои, всем привет! И у меня тут новенький Samsung Galaxy S24 Ultra. Все эмбарго сняты, и я могу поделиться с вами его главными особенностями и фишками Galaxy AI, которыми и выделяется это поколение Samsung Galaxy. В линейке S24 всего три модели. Базовый S24 по размеру как базовый iPhone 15. S24 Plus это как iPhone 15 Plus. И флагманский S24 Ultra. Он в одном размере с 15 Pro Max. Начиная с линейки S24, Samsung будет обновлять свои смартфоны 7 лет. Но при этом это относится только к обновлениям безопасности. Обновление актуальной прошивки он будет получать как и прежде 3 года. S24 и Plus получили стандартный алюминиевый корпус. Тут ничего особенного. А вот Ultra сильно изменилась. Теперь тут плоский экран без закруглений по краям. Экрана водопад у нас больше нет. И одинаково тонкие рамки абсолютно со всех сторон. И только S24 Ultra получает титановый корпус. И это конечно тренд. Но надо отдать должное. Смотрится действительно стильно. По оттенку он немного отличается от iPhone 15 Pro. И если посмотреть при разном освещении, под разными углами, он немного отдает зеленым цветом. При этом, как у всех, корпус не полностью сделан из титана. Тут сплав алюминия, стали и титана. Поэтому на самом деле, в какой-то степени это маркетинг. Выглядит конечно стильно. На прочность титан не влияет. И не влияет даже на вес аппарата. Если у Apple получилось сильно облегчить свои устройства, тут вы это вряд ли заметите. Из титана здесь сделаны только рамки. И на самом деле, есть в этом и огромный плюс. Потому что внутри материнская плата крепится, как и раньше, к пластиковой основе. И знаете в чем тут плюс? В том, что он не так быстро охлаждается на морозе. Что особенно актуально в условиях России и наших действительно холодных зим. Поэтому да, iPhone, как всегда, будет охлаждаться быстрее. Потому что он полностью выполнен из металлических материалов. Здесь внутри используется пластик, который не так быстро набирает окружающую температуру. И поэтому просто работает дольше на сильном морозе. А вот в стилусе S Pen у нас вообще никаких изменений. Поэтому идем дальше. Абсолютно вся линейка получила экраны с частотой обновления от 1 до 120 Гц. Это позволяет режиму Always On вообще не тратить заряд. И теперь вы можете вывести на экран не только время, но и затемненные обои рабочего стола. У Ultra в целом выросла максимальная яркость. И на ней снизился шин до 16%. Ваши глаза за это точно скажут спасибо. Экран S24 Ultra защищен стеклом Corning Gorilla Glass Armor Ultra. А вот S24 и S24 Plus получили Corning Gorilla Glass Victus. Стоит ли их защитить отдельно? Конечно стоит. Внутри S24 Ultra работает на Snapdragon 8 Gen 3. Тут поработали с теплоотводом. Увеличили испарительную камеру почти в 2 раза. Если быть точным, в 1,9 раза. Говоря простым языком, если я включаю здесь Call of Duty, то за 2 часа беспрерывной игры смартфон становится слегка теплым. И это не может не радовать. Ну, все, что я на нем смог сделать из того, что вот в моем понимании называется нагрузить смартфон, это я в нем играл и одновременно смотрел YouTube в режиме окно в окне. В принципе, то же самое я делал с S23 Ultra. И он не сильно грелся. Здесь абсолютно то же самое. Спартфон показывает очень хорошо себя при долгом использовании. Я не занимался на нем монтажом видео, 3D моделированием. В общем, в обычных условиях он показывает себя очень классно. А вот S24 и S24 Plus работают на Exynos 2400. И тут большой вопрос к Samsung. Почему вы, несмотря на огромный хейт со стороны блогеров и всего техно-сообщества, продолжаете ставить процессор Exynos? Но на самом деле я не стал бы однозначно так вот прям хейтить Exynos по одной простой причине. Только линейка смартфонов S24 получает Galaxy AI. Вообще здесь основное обновление смартфона завязано на фишках AI. И что-то, по заявлениям Samsung, будет добавлено с будущими обновлениями в S23 Ultra. Но только в S23 Ultra. И при том, только какие-то выборочные фишки, которые не требуют мощностей самого процессора. Поэтому, да, тут есть большое отличие в линейке Samsung. Все, что начинается с Samsung S24 поддерживает Galaxy AI. В линейке S24 есть смартфоны на Exynos. И получается, в какой-то мере Exynos, по мнению смартфонов, по мнению Samsung, в какой-то мере даже лучше, чем процессор Snapdragon в S23 Ultra. Что по изменениям в камере? Убрали 10-кратный телеобъектив. Вместо него теперь 5-кратный. Внутри у него также 3 камеры. Произошла только одна замена. Основной модуль на 200 мегапикселей. Здесь 3-кратное оптическое увеличение и 5-кратное оптическое увеличение. Что касается увеличения 10-кратного, оно реализовано с помощью алгоритмов. Ну и для фанатов 100-кратного увеличения здесь также ничего не изменилось. Оно также присутствует и реализовано как цифровой зум. Из изменений, которые вы заметите сразу, съемка в 200 мегапикселей теперь проводится намного быстрее. Если раньше вы делали кадр и смартфону нужно было немного подумать, и плюс к этому отключались вообще все улучшалки изображения, то теперь все улучшалки работают, кадр делается быстрее и от этого максимально приятно. Давайте посмотрим на один и тот же кадр, снятый в 200 мегапикселей на Samsung. И 50 мегапикселей на iPhone. И конечно покажу несколько снимков, которые я сделал на S24 Ultra. И оригиналы этих снимков я выложу на Яндекс.Диск, чтобы вы посмотрели все без потери качества и сделали свои выводы. Особенно, конечно, надо остановить внимание на 5-кратном увеличении. Samsung вовремя понял тренд и отказался от 10-кратного телеобъектива, которого объективно, но очень много. Что касается легендарных 100X, они остались и как раньше реализованы алгоритмами. Выглядят, ну, честно скажу, весьма и весьма неплохо. По видео. Мне интересно всего несколько режимов. А именно стандартная съемка на основной модуль в движении. И, конечно, в режиме экшен. Допустим, вот мы решили пробежаться, включаем режим экшен и смотрим, как с этим справился S24, как с этим справился iPhone 15 Pro Max. Мне кажется, вот такие тесты, они максимально репрезентативны. То есть мы можем посмотреть и сравнить. Вот как в этих условиях справился iPhone, вот как в этих условиях справился Samsung. Особенно интересно посмотреть, как смартфон записывает видео с режимом экшен на объектив с 5-кратным оптическим приближением. И здесь нас ждет большое разочарование, потому что если мы активируем режим экшен, то он переключит нас на ультраширокоугольную или широкоугольные камеры. В то же время iPhone 15 Pro Max позволяет нам снимать видео в режиме экшен с 5-кратным оптическим приближением. Это позволяет нам максимально компенсировать тряску и получить интересную картинку. Ну и, конечно, куда же без селфи. Вот как новинка снимает селфи на фронтальную камеру. Главная фишка это Galaxy AI, которых не сказать, чтобы много, но они встречаются теперь в совершенно разных разделах. Например, любое видео можно замедлить. Достаточно просто задержать на нем палец в галерее. AI дорисовывает кадры для максимальной плавности прямо в реальном времени. Хотелось бы еще сохранить это замедленное видео с дорисованными кадрами, но пока такого нет. Вы можете удалять объекты с фотографии с помощью встроенных инструментов AI. Можно перемещать объекты на снимке, но учитывайте, что тени AI вообще не учитывает и не перемещает. Поэтому либо выделяйте изображение вместе с тенями, либо учтите, что с ними что-то придется сделать. Galaxy AI умеет дорисовывать фотографии, но только когда исправляет заваленный горизонт. То есть нельзя просто разжирить фото влево, вправо, вверх или вниз. Нет, его можно дорисовать только частично, зато будет сделано это максимально качественно и круто. Особенно это касается волос и размытия заднего фона, который AI учитывает. Вот посмотрите, например, как он учитывает, какой у меня локон волос. Он как будто это сам понимает, дорисовывает. И оригинальное фото действительно не сильно отличается от дорисованного, как будто все так и было. Где Galaxy AI особенно много, так это в работе с текстом. Например, абсолютно в любом приложении вы можете написать какой-то текст, допустим, пост для социальной сети. Вы выделяете этот текст, и AI проверяет грамматику и предлагает вам исправленный вариант. Он может расставить знаки припинания, текст написать с большой буквы, поставить точки-дефисы. В общем, максимально полезно. Искусственный интеллект может и перефразировать ваше сообщение. Тут можно придать тексту более деловой стиль, добавить смайликов по смыслу. Не работает это, кстати, если вы напишите матерное слово какое-то или оскорбление. В таком случае вообще просто генерация остановится и не будет продолжена. Но если в вашем сообщении нет ничего запрещенного, то оно будет перефразировано, вам предложат разные варианты. Samsung активно сотрудничает с Google, и Google для S24 прокачал свою фишку, а именно поиск по изображению. Если вы зажмете палец на кнопке домой, или если вы используете жесты, то на полоске внизу экрана, то у вас активируется режим поиска по изображению. Вы обводите, ну вот, допустим, приборную панель на вашем изображении, и начинается поиск, и по нему будет найдена точно та модель, которой принадлежит приборная панель этого автомобиля. Самое интересное, что поиск работает абсолютно в любом приложении. Допустим, вы смотрели тиктоки, остановили все, выделили объект, и начался его поиск в интернете. Появились функции, которые пока не работают на русском языке. Например, голосовой переводчик в оффлайн формате, вы наговариваете текст, переводчик его показывает отраженным на экране смартфона вашему собеседнику. Это недоступно пока в России. Если вы в другой стране говорите, смартфон понимает, что собеседник говорит на другом языке, он предлагает вам перевести все, что вы скажете собеседнику на его язык. Это тоже недоступно пока для русского языка. Обещают, что с обновлениями все это докинут, но пока этого нет. Galaxy AI еще и структурирует заметки, то есть у вас есть какой-то объем текста, который вы просто записали, и он теперь трудно читаем. Так вот, теперь вы можете все это структурировать, и Galaxy AI даже предложит вам несколько вариантов. Тут будут и заголовки, он будет разделен на пункты, и это будет гораздо проще читаться. В разделе обои появились заставки рабочего стола с функциями искусственного интеллекта. Вы выбираете сочетание места, объекта и стиля изображения, и получаете набор уникальных обоев. Стандартными средствами их, кстати, пока скопировать и сохранить в галерею нельзя, но уже есть несколько лайфхаков, которые позволяют это сделать. Что самое интересное, вы можете менять исходные данные запроса, всегда будете получать разные наборы обоев. Такое уже встречалось у других брендов, но здесь надо отдать должное, обои прям действительно стильные, в каждой подборке что-то интересное всегда найдется. А еще есть интерактивные AI-фото на рабочем столе. Это возможность добавить вашим снимкам атмосферные эффекты, например, дождь или снег. И все это на основе вашей геопозиции, то есть у вас за окном идет снег, и у вас здесь будет тоже снег. Причем снег идет не только перед вами, он идет еще и за объектом съемки, и он ложится на волосы, обратите внимание. Сделано действительно прикольно. В общем, это новый Samsung Galaxy S24 Ultra. По заявлению Samsung, теперь он будет получать обновление безопасности в течение 7 лет, что безусловно это круто. В нем топовое обновленное железо, внутри у него полно искусственного интеллекта, и на самом деле это его главная фишка. Если вся эта история с искусственным интеллектом вам особенно не нужна, присмотритесь к S23. Но мне кажется, попробовать это максимально интересно. По ссылке в описании его уже можно предзаказать в магазинах МТС. Честно скажу, дорого, но доставят уже совсем скоро, потому что прям доставки, вот они идут с пылу в жару, Samsung к нам едут. В общем, это новенький Samsung Galaxy S24 Ultra. И те фишки, которыми я хотел с тобой из него поделиться. Спасибо за просмотр этого видео, ставь палец вверх и подписывайся на канал. Всем пока!